вот магазин украшения это оказывается вывеску сделали а то я ходил все предыдущее время и гадал что же за козлы то здесь в этом магазине находятся и чем эти козлы здесь торгуют но извините это же вы сами так украсили себя вот какими-то украшениями чё зайти посмотреть что ли но он как всегда закрыт по-моему сегодня тоже да вот все вот счет не по нашу все не по нашим не это же не по-немецки и не по-украински это же по непонятному мне языку какой-то более пик закрыта закрыта ну ладно идем дальше все-таки порисуем ладно хотя и вот на таком вот фоне я сегодня обещал позитив давайте позитив вы знаете вот этот фасад вот это здание я вполне положительно оцениваю во первых современно во вторых не лезет на рожон тем что она находится где-то на лице исторического города в третьих посмотрите все-таки достаточно деликатно обходится с достаточно деликатно обходится вот стоит церкви троицкой которая выглядывает из-за нее находясь на одной улице ну с этого ракурса это выглядит очень крупно и не масштабно однако с улицы с равного расстояния между церковью и этим зданием это вполне соотносительно надо отдать должное спасибо архитекторам но это архитекторы еще того поколения делали это еще не современные делали архитекторы вот они в общем-то сделали это все-таки уважительно к этой церкви видите даже вот этот обратите внимание вот давайте вам секрет таки рассказываю вот видите вот этот скошенный угол который мог бы быть острым да то есть здание могло бы быть прямоугольным но ну в общем это частый прием так оформлять а вход срезать этот угол на перекрестке а здесь это особенно правильно работает вот этот угол видите он как бы раскрывает нам вид на храм да ну как вот тут промолчать как тут обещал сюда ну чё посчитаем вот эти знаки дорожные смотрите эти идиоты другими словами я этих дизайнеров при тех кто ну как это называется то кто устанавливает эти знаки посмотрите что они творят 1 столб 2 столб 3 столб 4 столб и там пять шесть семь восемь девять десять 11 12 столбов 13 ну я насчитал 13 столбов на одном перекрестке поставили дебилы я я вы знаете враги враги давайте я не буду оскорблять я буду называть таким уважительным словом враги враги ведь могут быть не только ненавистными но они ненавистные но они еще и их можно даже наверное уважать что ли я не стану по крайней мере слова враг на я надеюсь не оскорбительно так вот враги которые уничтожают город вид на город вот ну как вот мне рисовать ну ладно все 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 нет позитив 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 я буду говорить только сегодня позитив стараться не смотреть да вот на эту дрянь которая мне зачем зачем это все делать кроме как распиливать бюджет на установке этих столбов я другой причины не вижу пусть выступит какой-нибудь человек имеющий к этому отношения и расскажет в чем необходимость устанавливать пять столбов на расстоянии пяти метров друг от друга в таком количестве знаков кроме как попилить бюджет и сделать видимость своей собственной работы вроде как мы управляем да мы как управляем чем они управляют да ни черта вы не управлять все 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 только позитив только позитив все закрываем глаза да ну что закрываем глаза да на все на это закрывает глаза или как кто-то мне как мне кто-то посоветовал а вы горит это примите как бы вот примите как принять знаю все рисуем пойду-ка я вот туда в храм там по крайней мере вот эти вот враги мягко выражаясь хотя бы там они не поганят вот это вот религиозное сооружение все-таки идеология торгашей еще слаба против тысячелетней идеологии древнееврейской мифологии о христианском добре давайте хотя бы этим будем наслаждаться оставленным нам наследие и так вот такие красивые виды правда но как вот мимо пройти видите гвоздиками прибили помощь бездомным гвоздиками к дереву и никто за это не наказан а кого наказать ну вот же телефон написан эй прокурор товарищ прокурор господин гражданин прокурор вот вам телефон конкретного нарушения нарушителя который тут нарушил ну наверное 5 как минимум 5 каких-то нормальных в том числе уголовных законов ну вот и позитив пришли мы к этому храму пойду-ка я внутрь и по городу по городу пока я ходить не умею видела ну по городу не по городу а попробую кая вот с этого места нарисовать композитную картинку в которую вместить одновременно и вот это вот ну вот с одного места по-хорошему год по-хорошему по-дизайнерски надо было бы здесь походить сфотографировать разные виды я наверное это и сделаю а сейчас я попробую сидя на одном месте это нарисовать то как я это хотел бы видеть вот особенно с этим голубком да вы как здорово то и вот то здание которое слева все одновременно можно нарисовать как вы думаете эй голубь скажи ко мне итак начинаем рисовать там я рассказывал что я надумал нарисовать вместо цельной композиции я решил нарисовать диптих таким образом я выбрал листы поменьше а третьего формата и начал рисовать вот сейчас правую часть диптиха а потом я буду рисовать левую посмотрим что вместе получится когда мы их соединим ну и как всегда это оказался бесплатный мастер-класс здесь проходило очень много людей много молодежи я вспомнил что я сижу как раз на перепутье центра города и и иркутского университета подходили очень приятные молодые люди которыми я и беседовал рисуем и смотрим вот такой соблазн но чем же рисовать на чем это каждый раз и так мучаюсь ну сегодня я как совершенно правильный буду использовать свой вот этот дорогой японский карандаш со стержнем 05 и 4 hb да но посмотрим как он себя сегодня поведет и и что еще но можно наверное вот этот 8b и хватит наверное нет хватит где-то у меня еще был толстый ну ладно но я же все время обещаю я же все время обещаю работать минимумом тем более сегодня тот карандаш ты не взял ну и правильно сделал хотя опять набрал очень много всего ой когда я дойду до совершенства когда я достигну совершенства я буду носить один только карандаш что мне мешает это делать сегодня ну да моя греховная сущность а греховная сущность моя заключается в том что в том что я слаб до слаб перед соблазном роскоши и прельщаюсь вот этими разнообразными разнообразиями может быть карандашиком все-таки в смысле можно все-таки угольком порисовать нет давайте я буду вот совсем как настоящий художник сегодня я буду рисовать простым карандашом эскиз вот так вот все а это я может быть к концу жизни научусь собой все не таскать а ходить с одним планшетиком одним листочком бумаги одним карандашиком господи когда же то у меня получится так не знаю знаю но сегодня я попробую это вот минимизировать а задачу которую я перед собой тут вот поставил я сейчас объясню нарисовать двойной двойной композитный рисунок я его хотел поначалу сделать а потом решил а я сделаю однако а сделаю к я однако сделаю я однако гиптих и это будет правильно да и вот пока тут сидит голубь не надо его будет нарисовать вот вон то куда ворочать то туда я вчера короче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, молодец девушка Как раз мне не хватало Парни стоят Обратили внимание, парни нормальные стоят Разговаривают у меня тут со спиной Смотрят, как я рисую А вот эта шалашовка Из их же класса Надо их снимать, видимо, что ли Ну а как мне называть их? Ну вот видите Я обещал сегодня без негатива А как быть без негатива Когда живешь в окружении Вот этих Как их назвать-то, чтобы Самому не впадать Не знаю Все-таки не нравится мне этот карандаш А этот Ну Вот этот Сейчас у него вставлен стерпень 2,3,4 В Но он длинный А этот обещал Работать с короткими Работают оба плохо Ну Иначе говоря Что значит плохо? Они вот до середины Стержня Нормально рисуют А потом начинают капризничать Оба В том числе и вот этот хваленый Ну сейчас вот я вставил Стержень подлиннее Может быть он будет работать Нет Он проваливается Видите Он требует Чтобы я его Вот Нет И начнет он работать Только тогда Когда вот Подаст сюда В этот самый А он уже и подавать Теперь стал Нет Подает Вот Вот он Когда длинный То он работает Как только он становится Меньше половины То он перестает работать Вот такие вот дела Почему мне нужен Именно этот Стержень Ну он дает Смотрите что Я сейчас поговорю С вами о Детальках Мне нужен Достаточно Вот такой вот Мягкий Стержень А это дает Только вот этот Вот 4B Там Ну 2B дает Вот конечно По моему Вот здесь у меня 2B Я не помню А может быть Ну вот Как только они становятся Короткими Они перестают Подаваться Нет Подается Вот Ну давайте так скажем Я вот этот 4B стержень Рассказываю Вот Сегодня я видимо Елей на душу Всем технологам При искусстве Будет сегодня У меня Вот Так вот Сегодня про технологию Много говорю Да Вот этот вот По моему 2B И короче Он ничем не отличается Но Дальше Я о чем Что я Выписал Созона Стержни 0.5 Я хотел сделать Этот обзор Ну Некогда Честно говоря Вот Сделал Стержни 0.5 Выписал И специально Под эти стержни 0.5 Выписал Вот этот вот Якобы Волшебный Японский карандаш Который Не так Жрет стержни Еще раз Объясняю Если кто Слушал Раньше Да Что Стержень 0.5 Размером И твердостью Точнее сказать Мягкостью 4B Что мне Очень хотелось Иметь Для чего У меня 4B А вот для этого Смотрите 4B Дает мне Вводить Тон Сюда Вот И вообще Линия чернее А мне Хочется Делать Очень Такую Черную Линию Видимо Имитацию Пера Перового Рисунка Вот Девушки Опять Пошли Тут же Лицей Какой-то Школа Я не знаю Но Они Оттуда Все Идут Слава Богу Без Мата Эти Девушки Подошли Школьницы Девочки Школьницы Правда Одеты Как Самые Последние Шалашовки Потому что Все перекрашены Напрочь Все волосы У них У всех Покрашены Какие-то Ну Это модно Да Модно Но дело-то в том Что Понятие модно Это позорно Вы знаете Одеваться Одеваться Модно Вообще-то Для Самостоятельного Самодостаточного Человека Это определенная Зависимость Зависимость От толпы Они Они Никак уяснить Не могут Я Кстати Этих Проколотых Обдолбанных И Раскрашенных Папуасов Наших Юных Как-то Спрашивал Я говорю А вы Зачем Вот это Вот Все Делаете А они Знаете Мне что Отвечают Они Мне Отвечают А мы Неформалы Оба А я Говорю А что Такое Неформалы Они Они Дело в том Что они Даже слов Не понимают Которых Произносят Ну Они Подразумевают Что они Неформальные То есть Они Как бы Самостоятельные В своем Этом самом Во всем А я говорю Ребята Вот неформал Самый главный Среди всех Это я У меня нету Ни одной наколки На мне нет Значков И на мне нет Никакой формы А вы то Одеты Конкретно В эту форму В свою Все одинаково Уже теперь Вы то Все одинаково Раскрашены У вас у всех Одинаковые Эти знаки Отличия Это вы как раз Самые что на ней Есть формалы То есть Вы в форме Ходите В униформе Так Ну Давайте Сойдемся На том Что это все таки Я делаю Эскиз Вот Карандашик Все бы хорошо Но Капризный И все время Меня подводит Ну а этот Ну видимо Придется отказываться От 0.5 Вообще Видимо Придется отказываться От 0.5 Вообще К сожалению А верхней планки Нету Обратите внимание Есть вот Такие Вот Сейчас я попробую Воспроизвести Эту Очень Красивую Этих Вот Столбиков Там больше Конечно Но По поводу Рисования Карандашом Могу сказать Коли Сегодня У нас Такой Болтливый Мастер Класс Ну Давайте Сойдемся На том Что Хоть И пытаются Там Художники Графики И я Утверждать Что Графика Там Да нет Графика Весь Смысл Графики Давайте Скажем Так Прояснение И упрощение Все Таки Условность Которую Нам Дает И дарит Графика Ну Вот Как Вот Сказать Что Проще Графика Или Живопись Я Когда Смотрю На Работы Наших Живописцев Где у меня Вот этот Карандаш Неужели Опять Не взял Как Что же Такое Почему Я Так Странно Все Время Собираюсь Вот Вот Он Ахаха Он Сломался У меня Жалко Вот Есть Еще Такой Карандаш Да Вот Он Тоже Пригодится Сегодня я рисую Простым Карандашом И пожалуй Среди всех Простых Карандашей Простой Это то Что называется Графитный Обычный Графитный Карандаш Вот Он Вот Да вы Я еще Не нарисовал Ничего Приходите Через час Вот Интересно Да Вы слышали Девушки Слава богу Без мата Похарного Похвалили Слава богу Без мата Похарного Я уже боюсь Ха-ха В иной раз Вот Я хотел Ну я не буду Вырисовывать Всю Сложность А да Ну давайте Здесь еще Вот такие же Есть А они до конца Не доходят Они вот так Они здесь Останавливаются У них Здесь Кругляшочки Я Уменьшил Количество Этих Вообще Его немножечко Сдвину Да Я же Не фотограф Немножко неправильно Ну да ладно Девушка Стоит Там вот Впереди Меня Передо мной Делает Вид Что она По телефону Как бы Разговаривает Тайком И думает Что я Этого Не замечаю Наивная Девушка Я уже Так привык К этим Хитростям Наших Фотографов Я Сам Так Делаю Часто Подсказываю Подсказываю Я сам так часто Делаю А именно Если вы хотите Что-то тайно Снять На улице Я это говорю Художникам Которым надо Что-то Вот Подобное Делать То Ну что Вот если взялся Орнаменты Вырисовывать Надо же Их одинаково Вырисовывать Вот так Вот Ну тогда Будем Рисовать Вот такими Секторами А эта Штуковина Пошла Вот сюда Вот А здесь Такой Узел А эта Пошла Сюда Вот Теряю Каллиграфичность Я Начал А здесь Вот такая Штука И пошла Сюда Подсказываю Чтобы рисовать Орнамент Ну Я сейчас Не ставлю Целью Его Срисовать Досконально Вот Сюда Что-то Нет Вот Нас Вообще Сижу Так Калал это идет сюда и выворачивается сюда это не твороче дает ордачу решится сюда это сюда так-то вот так вот это идет сюда выворачивается силダ это идет сюда так вот а где там у них к а здесь же свет такая вот-вот она сюда проходит да так вот я не ставлю перед собой обратите внимание И вообще надо было это рисовать еще более каллиграфично. Главное поймать вот этот ритм. Потому что что касается точности срисовывания этого орнамента, то для этого я могу взять фотоаппарат, сфотографировать, прийти домой, открыть в компьютере фотографию и как минимум более точно срисовать, не сидя тут на улице. Но и это глупо, потому что, а зачем, когда уже есть? Достаточно просто наложить кальку и это все дело обвести, скажем так. Поэтому я ищу совсем другие ходы. Хоть он и подает, но видите, опять проваливается. Ну что, мы должны рекламацию, что ли, этому карандашу нарисовать, давай написать. Почему, я пока не понимаю, почему он у меня так... Так, а здесь что мы имеем? Здесь вот у них такая перемычка. Здесь просто вот такая штуковина. Здесь пошла сюда, а эта пошла сюда. И уже начинаю думать о том, что, наверное, это надо было рисовать пером. Может быть, это все могло бы быть интереснее пером. И опять начинаю думать о том, что это надо рисовать быстрее. Вот. Карандаш конкретно мне разонравился. Он все время скребет металлическим вот этим... А графит проваливается, конкретно проваливается. И он его подает, но он скребет этим металлом. А металлом рисовать непривычно. Мне хочется не металлом рисовать, а графитом. Поэтому вынужден, наверное, буду отказываться я. Мне не нравится рисовать железкой. Если кто помнит, я испытывал вечный карандаш. Всем бы хорош был вечный карандаш. Вот там вот тетенька сидит. Ой, мне ее сфотографировать надо срочно. Ой, как надо быстрее, быстрее. Она там села на скамейку. Может быть, она мне пригодится. Чего там повернулась? Почу на. Почу на. А еще вот одна женщина. Я долго рисую. Долго. Характерная такая старушка на скамейке. Долго я рисую. Долго. Ну, вот опять все. Выкинуть его надо к черту. Простите, ради бога. Но действительно же раздражает, когда ты работаешь, когда у тебя все вот. И этот тоже не рисует. Видите, железка искоблит. Все. Убираю я их вообще, чтобы они не нервировали. Я не знаю. Вот этого лишены... Вот этого вот недостатка лишены карандаши, которые подстрагиваются. Но их замучаешься подстрагивать. Вот проблема. Что ж такое? Ну, обидно. Как обидно, а? Ну, вот вроде бы опять работает. Это мучение. Ну, скоблить железкой по бумаге мне не хочется. Даже если это железка японская. Я еще раз объясню, если кто не понял, в чем проблема-то. Это как бы карандашка, у которого стержень. А поскольку он очень мягкий, как бы автоматически подается... Автоматически подается... Ну, не автоматически, но с помощью вот нажима... Он и выдвигается. Но он выдвигается ровно настолько, что он прикрывается вот этой металлической. Рисуешь пополам, наполовину. Половина этим самым стержнем, половину... Ну, беру свой вот этот вот карандаш. Вот, смотрите, сколько мучений, а? У человека, который рисует всю жизнь карандашами. Как только начинаешь говорить о технологии. Ну что, я его буду подстрагивать все время. Видимо, это будет единственный правильный выход. У этого карандаша есть все. И мягкость, и необходимая острота, если его регулярно подстрагивать. Вот этих штук там больше. Ну, я их уменьшаю. Еще одну нарисовать, что ли? Ну, вот эту вот, крайнюю нарисую, да? Потому что там вот эта вот... Такая вот. Она идет сюда. Уходит сюда. Там навстречу ее идет вот такая. В другую сторону. В другую? В другую, да. Нет, или в эту. В эту. А уходит она вот сюда, да? И я специально... Да, еще здесь вот такие вот штуки есть. Остенькие. Как вы думаете, для чего вот эти вот все вот украшения, вот эти пики так. Такие заостренные. Ну, правильно, чтобы через забор не перелезали люди. Просто так не перелезешь. Как минимум, надо это чем-то перекрывать. Поэтому вот эти все остренькие штучки, это ничто иное. То есть, вся красота, она функциональна, понимаете? Даже красота ограды. Так, вот эти карандаши. Ах, там так. Что там? Вот там такие штуки. Вот мне это не нравится, то, что я сейчас сделаю. Вот этот карандаш, наверное, надо... Вот когда я буду ходить с одним карандашом, я буду ходить с таким карандашом. При рисовании такой штуки хочется больше каллиграфичности. Вот такой вот. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. А ее вот не получается. Вот еще одна девушка встала напротив меня и делает вид, что разговаривает по телефону. На самом деле, снимает меня. Интересно, в скольки инстаграмах я нахожусь и альбомах. Я помахал рукой, она поняла, что я вижу, что она меня снимает. Она так раздраженно развернулась и пошла. Можно сказать, ей съемку испортила. А почему испортил-то? Вот здесь голубь сидел, да? Он сидит. А сейчас он сидит вот там, вот на той. Ну, а что? Снимаешь меня и снимай. Я что, против, что ли? А что ты не хочешь, чтобы я помахал тебе в это? А потому что у них, у этих тиктокеров там, да, которые выкладывают все вот это вот... Что? Сколько стоит? Это что, магазин, что ли? Ты что, чокнулся? Дурачок? Нет? Подошел чернявый пацан, абсолютно чернявый. Вы слышали? Сколько стоит? И для него вот этот мой ответ... А меня действительно это сильно раздражает, поэтому я на полных правах так ему и ответил. Раздраженно и зло. Я сижу, работаю. Подходит идиот с базара. И единственное, что этот идиот способен спросить, идя из школы, меня, причем не здравствуйте, не до свидания, не скажите пожалуйста, а глядит так, ехидно ухмыляясь, и спрашивает, сколько стоит? Вот это вот апофеоз, это вот то самое, что меня и раздражает больше всего в сегодняшней вообще ситуации. Ну что, неужто мне и правда надо отказываться от карандашей 0.5? Надо ли мне... И надо ли мне... Теперь вопрос об искусстве. Давайте поговорим об искусстве. Они сколько стоят? О господи. Вот помните, я говорил о позитиве сегодняшнему. Возможен ли сегодня позитив на улице? Ну, я знаю. Надо научиться реагировать на это вот быдло населения. Я уже помните, я эту формулу рассказывал свою. Надо все-таки себя считать, что я прибыл на планету обезьян. Был такой фильм, кстати говоря, планета обезьян. Ну, там немножко о другом, но смысл в том, что там планета обезьян. И трудно быть богом. Стругацких и Германа. Фильм и повесть. Повесть, по-моему, да? Рассказываю еще раз. Извините за повторы. Все, выкинуть его в столик, к черту. Не рисует он. Все, убираю ее, убираю. Покажи. Этот тоже что ли? Ну, жалко. Что они вдруг... Нет, кстати, обратите внимание, то рисуют и даже ничего. И нормально. Но происходят какие-то моменты в жизни у них. Это, знаете, вот как какие-то критические дни. У карандашей бывают критические дни. Как у некоторых наших людей, да? А этот перестал подстрагиваться. Ой-ой-ой, сегодня у меня не карандашный день. Сегодня у меня день... Здесь же вот была такая строгалка, которую я хвалил. Но она перестала подстрагивать. Это сегодня... Сегодня не день карандаша. Ладно, я все равно справлюсь. Я все равно возьму себя в руки. Я же не даром говорю, вот достал я свою любимую бритву острую. И буду регулярно их подстрагивать. Да. Он выскочил. Все. Нет, не кончился. Я уже ему кончился. Да, буду регулярно подстрагивать. Наверное, это мне сохранит больше нервов и даже времени. Вот смотрите, сколько у меня ушло... Сколько у меня ушло нервов. на... Даже если не брать раздражение... В счет... Даже если не брать в счет раздражения... Вот здесь зеленые листья... Зеленые листья... Сколько у меня ушло нервов на... Борьбу с материалом. Вот. Так это и называется, да? А мне надо рисовать быстрее, еще быстрее. Я там пытался сделать ревизию своих рисунков. Да, вот тут голод прилетел и ходит тут вот. Да. Ну вот, да их тут много. Как правильно? У меня семечки есть. Давайте-ка я их покормлю. На. Иди сюда. На. О-о-о-о, друзья. Вы тут мне сейчас... Все. Идите отсюда. Я понимаю, что я... Добрый. Но не мешайте мне работать. Собственно, весь смысл-то этого рисунка... Я вот отвлекаюсь, да? В том, чтобы сделать таких много. А потом из них составить, может быть, композицию. Ну, это можно было сделать и... По фотографиям ведь правильно? Да, и вот здесь стояла скамеечка, и вот тут сидела старушка. Тут я не дорисовал. Тут я не дорисовал. Так и хочется мне, конечно, остренький карандашик. Интересно, найду ли я хороший, идеальный карандаш 0,5. Если эти два, я сегодня чуть не выкинул буквально. Но пока что у меня одним карандашом не получается. Потому что этот хорош по-своему, безотказен, но все-таки у него толстая вот эта вот штуковина. Хотя я все время говорю, что приспособиться можно. То есть надо уметь варьировать рисование вот этим местом и кончиком. Но кончик нужен чаще. И поэтому не получается сохранять остроту. Не получается сохранять остроту. Там много, конечно, много, много, много. И еще надо научиться. Вот вы понимаете? Это я, человек, рисующий всю жизнь, говорю себе все время. Надо научиться. Надо научиться этому. Надо еще научиться. Надо освоить это. Надо освоить это. Сколько ж можно-то, а? Как счастливы те, которые говорят, я умею рисовать. Некоторые люди говорят, а я умею, да, рисовать. Правильно, они походят к этим, ну, заплатят там этим коучам какие-то деньги. И потом выходят и говорят, а я умею рисовать. Правда, они говорят, я умею рисовать. Это, но не умею рисовать это. И все, на этом заканчивается умение рисовать. Уметь рисовать – это значит уметь рисовать. Все. Это не значит уметь рисовать что-то. Уметь рисовать – это уметь рисовать все. Ну, все. Может быть, специфически. Людей, например. А, мне говорят, я умею рисовать, да. Там, например, портреты, но людей не умею, подразумевая фигуры. Но я тоже фигуры гораздо хуже рисую. Но я не могу сказать, что я их не умею рисовать. Ёлки-палки, что же я задеваю? Здесь же окно. Надо ли совмещать вот такой вот, даже не штрих, а вот, ну, штрих вообще-то. Это тоже нарушает определенную стилистику. Но если бы я рисовал одним карандашом, то этот стиль бы сохранился. Здесь-то голубь сидит. А теперь сидят два голубя. Один тут, один тут. Ну и хорошо. Так и будем, как мне не хватает остренького... Как мне не хватает остренького карандаша. Надо учиться рисовать не остреньким. Ну, точнее сказать, не то чтобы не остреньким. Надо уметь подгонять. Вот грань. Ну, вот так вот примерно, да? Да, я же здесь не дорисовал. Ну, ёлки-палки. Так вот. Это бы одну сторону. Так вот. Я начал рассказывать, как рисовать орнаменты и сам их бросил. Да, понимаете, есть определенная технология. Надо одинаковые элементы ритмично рисовать одинаково. Вот так, как я сейчас делаю. Либо второй вариант. Вот то, как я часто делаю, и мне это больше нравится. Чисто каллиграфически пройтись вот так вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я вот здесь сейчас это покажу. На более маленьком формате. Вот так вот надо рисовать орнамент. И вот попадать вот этой каллиграфией своей, попадать вот то, что я здесь пытаюсь чертить. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас вот я тут путаюсь между черчением и рисованием. И себе даю сейчас зарок. В следующий раз, когда я буду рисовать, я не буду чертить. Я так долго отказывался от этого чертежного ремесла. А вот здесь я снова его восстановил. И получилось. Вот здесь вот мне гораздо больше нравится, как мне нравится. Но с другой стороны, давайте, скажем так, надо уметь совмещать эти вещи. Вот это будет высший пилотаж. Совмещать такие штуки. Здесь она острее, сюда сверли. Тут скамейка. Ну что, будем на скамейке старушку рисовать? Ну, это я потом нарисую, может быть, дома. А может быть, никогда. Тем более, что старушка-то ушла уже. Я потом, может быть, буду зарисовывать. Так, речь вот о чем. Что здесь массив, зеленый массив. И его совсем не обязательно вырисовывать. Я уже долго слишком рисую вот этот рисунок. И сейчас я покажу, что я хотел. Да, ну, здесь мы это все-таки так вот закроем. А давайте я сейчас секрет выдам. Вообще, я эти рисунки все равно делаю с расчетом на то, что я их потом буду дорабатывать. Так или иначе. То есть, я пытаюсь двойную здесь задачу решать. И это интересно. То есть, чтобы этот рисунок был и самостоятельным, самодостаточным. И в то же время, чтобы он нес потенциал, имел потенциал доработки. Что мне как бы хочется. Мне, с одной стороны, хочется сохранить вот эти белые места. Для того, чтобы потом я представляю, как я это буду дорабатывать. На планшете. В компьютерном варианте, да. А вся эта серия у меня, которая у меня называется... Иркутск каждый день. Это вот я делаю в серию Иркутск каждый день. И сегодня у нас, если не ошибаюсь, 28-е. Вот этот рисунок займет место. В этой серии. Иркутск каждый день, да? Да. Смотрите продолжение в следующей серии. Все-таки карандаш, он мне позволяет, да, и ручка позволяет, а вот кисточка не позволяет сохранять каллиграфичность, каллиграфичность линии. То есть вот когда вот это вот делаешь вот так вот, ну многие это называют не отрываясь, да, ну наверное, можно и так сказать. Ну это один из методов, один из приемов рисовать не отрывая линии. И, ну что происходит? Ну это типичная каллиграфия. Все-таки карандаш позволяет в том месте, где ты хочешь, немножечко стереть, да? Спрашивается, зачем я сегодня нес целый ящик с собой пастели. А, ну так вот, я начал про штриховку. Да, штриховка иногда не нужна. Ну и одним контуром рисовать тоже не гоже. Ёлки-палки, сколько здесь молодежи-то походит мимо. Там школа конкретная. А насколько я помню, вообще-то раньше там было, был этот самый, интернат. Сейчас, наверное, там интернат убрали. Надо сходить посмотреть, что там. О, вот. Пошли эти самые ляди. Видите, они сами себя называют. Так, это же не я их называю, потому что они мне скажут, что я их оскорбляю. А я их часто спрашиваю. Ну, мне неудобно это слово употреблять. Ну, а как? Они же другого не понимают языка. Более того, самое-то смешное, что эти невежие, но это самое мягкое, что можно сказать, что эти невежие считают, что если ты не употребляешь этот матерный язык, то есть я, например. Что? Можете фотографировать, пожалуйста? Красиво выглядело. Красиво выглядело. Сделки, несчастный русский язык, а? Не, можно-можно. Я к тому, что... Мы потеряли обращение, умение друг к другу обращаться. Мужчина, согласитесь, это тоже как-то вот ненормально. А мне, как вот вас назвать, тоже мужчина? Ну... Да, вот что-то не в то, да? Режет, режет слух, да? Я не знаю, на самом деле. А вот давайте придумаем. Уважаемый. Уважаемый. А какой... А тоже... Это стало нарративом, или как это называется, не... Вот. Мужчина? Нет. Нет. Уважаемый. Смотрите, а мы, между прочим, потеряли, вместе с тем, как свою историю пересчитнули, мы потеряли совсем хорошее такое слово, которое называется товарищ. Да, да, да. Ничего плохого. Хотя, хотя поначалу в этом слове было заложено капиталистическое торгашеское начало вообще-то, потому что от слова товар происходит. В общем, товар, товарищ, это тот, кто партнер по бизнесу вообще-то. Ну, конечно, да, это было так. Судя по технологии. Товарка, товарка, это вот... Ну, бизнес тогда слова не было, но, в общем, товарищи... Ну, давайте так, бизнес, это же не обязательно торговать, это дело. Да. Это, то есть, товар... Нет, ну, товар, он конкретно товар. Товар, навар. Короче, вот вам домашнее задание. Да как все-таки обращаться к человеку на улице, а? Ну, с девушками все проще. Девушкам. А вот обзови я ее женщину, она, наверное, даже обидится. Женщина. Девочка. Парень тоже не сказываешь, да? Как бы вы меня называли? Молодой человек. Ну, какой я вам молодой? Уважаемый, это не прилагательный, это же какой-то, как это называется-то? Ну, какой-то. А надо же конкретно. Хорошо там сэр, но сэр это не по-нашему. Все. А уважаемый, ну, я не уважаемый, может, вы меня не уважаете. Это, опять же, определенные отношения. Привет-привет. Вот интересная задача. Автографировать можно, да. А лучше, если это рисовать. О, интересный вопрос задаете, стандартный. Смотрите меня в Ютьюбе, я там на этот вопрос уже замучился отвечать. О. Замучился отвечать. Ну, вот фамилия моя, Беседина, набирайте в Ютьюбе, Беседина, Иркутская. Вы знаете, вот, а вы не, вы знаете, как, я вам на этот счет анекдот расскажу. Приходит такой понтовый новый русский, да, в ресторан и строит из себя, ну, культурного. Как бы все знает, и говорит, этот там официант кофе мне, давай сюда, там, с девушкой. Кто-то ему приносит кофе, он говорит, а это, говорит, вы что мне тут принесли, какой-то кофе или помои какие-то в натуре. А официант говорит, а вы, говорит, отличить-то не можете. Он говорит, ну, нет, не могу, что я не могу понять, что это за дрянь, там, или кофе, или помои. Он говорит, если вы не можете отличить, какая вам разница. Вот. Так вот, учился я, не учился, какая вам разница. Если вы не можете отличить рисунок гениального художника от рисунка неуча. Главное, что-то нравилось? Нет, это не главный принцип искусства. Принцип искусства. Нравится, знаете, в носу кому-то нравится ковырять, это же не искусство. А кому-то нравится заборы разрисовывать, это же не искусство, это же вандализм. В искусстве другой, не отчасти, это стопроцентный вандализм. Вон, пойдите, раскрасьте церковь и потом не рассказывайте, что это не вандализм. Нет, это не отчасти. Любая покраска забора, либо это должна быть малярная вещь, либо это живопись, которая должна висеть на стенах в музее. Короче, конечно, учился. Только научитесь вы это отличать рисунок от линии художника и вообще то, чем занимается художник, от неуча. И вообще, вот 70 лет мне, ёлки-палки, вы думаете, я нигде не учился? Нет, ну, может быть, вы знаете, это, не увлекайтесь, может быть. Хобби, хобби, да? Ну, что-нибудь в таком бы, да. Ну, вот хобби, а теперь давайте разбираться. Хобби учиться надо или не надо? Ну, наверняка надо. Да, почему надо учиться? Лучше всю жизнь. Да я вот всю жизнь рисую. Я вот как раз сегодня, если посмотрите вечером у меня это видео, я вот как раз сижу и как раз раз говорю о том, что мне надо ещё этому научиться, надо этому научиться, этому надо научиться. Потому что я вот тут несколько карандашей перебираю уже весь. Я 70 лет рисую карандашами. Можно спросить ваше имя и фамилию? А уже говорил. А я совершенно из другой компании. Беседен. А зовут вас? Олег Владимирович. Олег Владимирович Беседен. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Новости Иркутска. Новости Иркутска это где? Это ВКонтакте. ВКонтакте, Новости Иркутска есть? Да. Ну, вы там на меня тоже ВКонтакте подпишитесь и ссылочку сделаете. Хорошо. Олег Владимирович Беседен. Очень легко запомнить. Мы с вами беседовали, чем я и занимаюсь. Ну вот, учился, потом 30 лет учил и до сих пор не научился, короче говоря. Потому что, смотрите, я вот здесь вот стирал сидел, резиночкой стирал. А это же уже выдает то, что я здесь неправильно сделал, а раз я неправильно сделал... Ну, в общем-то, можно учиться, можно учиться, так и не научиться. Но это все время борьба такая с материалом идет. Борьба с материалом все время. Короче говоря, искусство, я вам подсказываю, это не то, что нравится. Искусство это все время борьба и гармонизация. Вот когда ты пытаешься гармонизировать себя с чем-то, вот с карандашом, с линией, вот этот рисунок с этим реальностью, условность с настоящим, естественное с искусственным. Вот когда ты это пытаешься делать, это и есть создание какого-то гармоничного нового продукта. Но нет, продукт это плохое слово. Гармония. Вот я пытаюсь сидеть и делать гармонии вот из этих линий. И когда я вот сбиваюсь с этой гармонии, вот в этом месте, видите, нарушена гармония, вот в этом месте нарушена гармония, вот еще где-то, то я вот собственно... И почему вот многие говорят, зачем рисовать, когда можно сфотографировать, правда? Да нет, вот именно вот здесь, вот в этой работе, вот в этом решении и задаче, я собственно и являюсь художником. То есть я вот творцом. Художник по-русски это, ну и вообще любой человек, это как у нас богоподобный. Вот, а что такое бог по-русски? Бог же это немецкое слово, да? А русское слово бог как называется? О, задачки-то я вам задаю, да? Которые вы всю жизнь... Да. Вот. Ну, Господи, творец. Творец. Конечно, создатель. Вот это вот, там вот в еврейской мифологии он Иисус Христос, там у индусов там он Будда или кто там еще там, а у немцев он бог. Вот бог и так далее. Вот. Так вот, богоподобный, то есть подобный творцу. Вот если я творец, а мы все творцы, только кое-кто талант свой продал, пропил и разменял, а кто-то в землю закопал, да? А кто-то приумножает этот талант. Хотя талант, опять же, по-еврейски это не что иное, как мера, это деньга. Опять же. У них все сводится. Вообще вся у них религия, черт побери, сводится к тому, что... к торговле. Там даже добро они делают, да? Обратили в христианство, они даже добро творят. Зачем? Там ответ. Тебе воздастся с торицей. Чисто торговый подход, да? А вы не православный? Я нет. Ну, нет. Скорее, опять давайте, я скорее всего православный, но я не христианин. Это большая разница. Да? Править слав, вот чем я сейчас и занимаюсь, я славлю право и правду. Православие, да? А христианство это от слова крест. Это крест, это, честно говоря, символ убийства богов. Да? Его же убили на этом кресте. А потом кто-то носит этот символ у себя на груди. А вам в равноверии не симпатичны? Ну, как только это что-то превращается в какой-то термин, то мне это уже становится не симпатичным. Потому что, как только появляется название и какая-то партия, религия, то всё, я понимаю, что мы начинаем уходить от бога, да? От настоящего творца, от самого себя. Нет, бога это я вверх-то показал зря, наверное. Наверное, внутрь надо показывать. Я же богоподобный, я же его клон на земле. Так вот, Бог-то чем занимался? Он гармонию создал из этого, из пустоты. Материальную гармонию создал из пустоты, и теперь эта гармония шевелится. И он разослал там везде, на землю заслал своих засланцев богоподобных и сказал, вот моё дело продолжайте. Ну и люди поделились на тварей, да? Которые просто жрут и гадят, больше ничего не делают. Потребители их называют ещё иногда. И всё-таки какие-то попытки хотя бы, ну вот как у меня, создавать эти гармонии. Вот я каждый день пытаюсь эти гармонии создавать, но тем самым оправдываясь перед своими родителями. И перед, у нас папа мой творец, а мама у меня природа. Вот как интересно, это вы учитесь на ИСПАКе? Да, на первом курсе. На первом курсе. А можно с вами сфотографироваться? Ой, ёлки-палки, ну давайте. Не, не вставайте, я... Не, не, ну давайте, давайте. А чё, пусть он сфотографирует. А чё, пусть он сфотографирует. А вы мне потом прислите только, ладно? Хорошо. А у вас ВК есть? Всё есть. Всё есть. Отлично. Девчонки, ну идите сюда все вместе. Чё вы? А, нет, а как опять? Дамы. Дамы. А парень вот не вошёл. Да, а фотограф не попал. Вы в инстаграм будете выкладывать, да? Нет? Пользуйтесь вражеским инстаграмом. Можно рукам пользоваться. Ха-ха-ха. Ладно, спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо, да. Подписывайтесь, это ваша будет... Обязательно. До свидания. До свидания. Вот такие хорошие ребята. Ну, слава богу. А-а-а. Я-то думал здесь это. Это же студенты тут ходят у нас. Тут же рядом же ещё и университет к тому же. Так это вот... Это школьники-то не школьники. Ну, школьники, наверное, тоже. Ну, ладно. Не зря я сегодня порисовал, да? Молодцы, ребята. Приятно. Вот ради этого можно сказать, я их хожу. Я их, можно сказать, обманул, что я хожу тут. Нет. Рисовать. Нет. Ну, правильно-правильно. Я не обманул. Я вот эту гармонию-то и пытаюсь гармонизировать. Да. Гармонизировать людей между собой, взаимоотношения людей между собой, меня с ними. И тот негатив, который вот меня преследует, часто преследует, таким образом, через вот такой позитив, он, конечно, восполняется. Он, конечно... Слава Богу. А, и рисовать надо быстрее. Да. Быстрее, быстрее, быстрее. Что вот тут? Ну, тут много орнаментов. Тут вот, значит, этот самый зеленый, зелень такая. Она там светлая. Давайте так вот. Они, ребята, меня правильно спросили, учился ли я. Хе-хе-хе-хе. Ну, это стандартный вопрос, да. Мы пришли к выводу, что я до сих пор не научился. И все, что я сейчас делаю, я учусь и в очередной раз себя научиваю. Так вот, я продолжаю учиться и учить. Что я сейчас делаю? Наверное, вообще, надо действительно переводить... Ну, ой, как я запутался, я запутался. Вот это пленерное рисование надо переводить в достаточно быстрое рисование. Но я, видите, я все время... Это делать надо только тогда, когда ты уверен, что ты потом сумеешь доделать это. А вы знаете, мои годы уже и такой образ жизни, что я уже и... Я же ведь ничего не доделываю. Я это приношу и складываю, приношу и складываю. Но хочется-то более... Ну, разнообразие хочется. И очень многие работы, очень многие работы свои я сделал полностью на пленере. И они такого законченного вида. Эти вот, как бы мы тут не пытались бы говорить что-то про гармонию, про гармонизацию... Ну, гармонизация, это должна быть все-таки завершенной, правильно? Вот такое вот, я могу сказать по этому поводу, мнение. Гармония должна быть завершенной. Да. Все-таки та же музыка, которая является нам хорошим примером гармонизации, она в полной мере существует и мир, и вот то, что я говорю, божественная вот эта вот наша вся эта вот штука, она существует в совершенном состоянии. а гармония, которая недоделанная. Вот. Привет, привет. Вы там куда-то выкладываете? Ну, в общем, да. Хотя это не главная задача моя. Выкладывать. Ну, это здорово, что вы снимаете. Да. И так уже много-много лет, и так уже у меня сделано. На ютюбе найдете две тысячи фильмов. Ого. Почти. Ну, там они разные, конечно, ну да. Ну, это никогда не было у меня самоцелью. Просто это был мой архив, а потом, в общем-то, я вдруг обнаружил, плюс ко всему, плюс к собственному удовольствию, я вдруг обнаружил, что еще многие тоже от этого получают определенное удовольствие. Еще? Еще нет. Уже нет. Да. А где? В училище художественного удовольствия? Ну, я преподавал и в училище, и в политехе, и в институте. Ну, все уже надоело. У меня брат учился в художественном. Училище? Да, вот закончил. Да. Ой, я так давно это все преподавал, что я уже не связан с тем поколением учителей. Учителей. Он ходит сейчас на курсы к Андрею Ивановичу. Юшков, да? Если по имени Юшков, что ли? Андрей Иванович? Да. Курсы ведет на курсы. Да. То есть ему не хватило училища, и он все равно теперь на курсы к Курсу. Ну, ему очень нравится, да, как Андрей Иванович преподает, и вот он третий год к нему ходит, он ходил долго в училище во время, и вот сейчас закончил и еще идет. Интересно. А это живопись или он живопись преподает? Он закончил вообще на дизайне, но ходит к нему, по-моему, лежит постоянно. Вот. Дело в том, что у меня к училищу некоторое есть такой вопрос, предубеждение. Дело в том, что художественное училище изначально, оно, ну, как бы, позиционировалось и было средним техническим, этим самым по... Короче говоря, у них специализация это была учитель черчения и рисования и художник-оформитель. А потом они начали как-то пыжиться, пыжиться и пытаться из себя сделать высшее учебное творческое заведение. А это, на мой взгляд, было зря сделано. Вот. Да, да, непонятно, они все равно не тянут. И перестали быть нормальными ремесленниками и не стали, как правило... А сегодня они вообще переквалифицировались и вместо нормальных учителей, школьных учителей, которые, собственно, там должны были выпускаться, они теперь выпускаются в виде дизайнеров. А дизайн это модное. Ну, то есть, все погнались за модой и начали готовить везде дизайнеров. Дизайнеры где только не готовят. Ну, и в училище тоже. А мне стало как-то жалко. Думаю, ну, вот училище... И везде эти дизайнеры, получается, извините, какие-то недоделанные. Да. И самое-то главное, вы знаете, дело в том, что дизайн, и вот это мало кто понимает, я в этом уверен, что дизайн и искусство, то есть живопись, например, или вот график, который я сейчас занимаюсь, это не то чтобы близкие, это противоположные занятия. Потому что искусство, это знаете, это от слова искус, то есть это постоянное искушение быть творцом, а дизайн это создание продукта. Вот если дословно, как бы, ранешним определением переводить слово дизайн, то это художественное проектирование. То есть дизайн, это проектировщик, а искусство, это такое искреннее проявление человека. И как только ты начинаешь проектировать, то есть заранее продумывать и включать мозги, то ты невольно отключаешь чувства. То есть начинается проектирование продукта. Дизайнер, ну, по своей специальности он проектирует продукт. Ну, продукт может быть разный там, потребительский, еда какая-нибудь, а может быть художественный, эстетический продукт. Ну и для чего он нужен продукт? Для продажи. Поэтому дизайнер, он изначально проектирует продукт для продажи. Вообще весь дизайн, он появился в прошлом веке, когда появилось промышленное фабричное производство. И поэтому мне немножко стало обидно, что путаница произошла. Вот все говорят, художник-художник, художественное училище, и в то же время сразу раз и дизайнер, и сразу дизайнер. Так вот, художественное училище и дизайнер, это, в общем-то, противоположные дела. И поэтому вот ваш брат, о котором вы говорите, он, в общем-то, в какой-то мере прав. Ему, видите, ему вот этого дизайнерского, видимо, не хватает. Ему хочется быть именно художником, ему хочется быть творцом. Вот он всегда, я думаю, своя стилистика появилась. Да, да. Он, значит, он работает в технике, нанотипе и... Как это? Ну, когда вырезаешь... Гравюра. Да. Ой, слушайте, это очень интересно. Если он настоящей гравюрой занимается, но он, наверное, знает Шипицына тогда, да, вот у нас из гравюра... Он бы недавно начал... Он, мне бы с ним даже интересно было поговорить, потому что я в свое время тоже много занимался именно гравюрой. Ага. Вот. Но потом, потом я все-таки ей перестал заниматься по некоторым причинам. А сейчас вот снова появляется, может быть, потребность. И мне очень интересно понять у молодых людей... Какой-то свой такой стиль. Да дело не о стиле. Сейчас все-таки не о стиле речь. Давайте не будем говорить о стиле. Стиль это не... Ну, может, непривычное там стиль. Вы меня все-таки опять переводите на другой разговор. Ладно. Ну, я понимаю, о чем вы. Нет, не понимаете. Я хотел о гравюре поговорить, а не о стиле вашего брата. Вот о чем. Понимаете разницу? Я хотел... Что вам интересного имени гравюра? Зачем сегодня... Вот вы его спросите. Давайте вы ему задайте от моего имени вопрос. А он пусть найдет ответ. И если он его имеет, это вообще здорово. Зачем сегодня? Понимаете, генезис гравюры... То есть, начало гравюры и смысл гравюры был тиражность. То есть, вообще, гравюра появилась для того, чтобы тиражировать рисунки. Но сегодня, когда есть великолепная тиражная графика, ну, в смысле, тиражные эти самые штуки, там, ксер, проще говоря, да, принтер, то делать гравюру вдруг теряет смысл. То есть, смысл гравюры потерян. То есть, мы сегодня тираж-то можем делать элементарно на принтере, да. Вот. Нужна какой-то другой, значит, смысл. И вот мне интересно, есть ли изначальный смысл гравюры... Здорово. Вот. Всё. До свидания. До свидания. Было приятно переседовать. Ладно. Тем более, у меня фамилия такая, да. Так. Продолжаю рисование. У меня вот там, на самом интересном, опять очередном разговоре, закончилась батарейка. Точнее, нет, не батарейка, а карта памяти, это я уточняю. Вот. Я её перезарядил. Чем там, где остановилось, непонятно. Вот я закончил почти что рисовать вот здесь вот. Сейчас вот думаю. Сейчас вот думаю. Ладно, пусть полежит немножко, отлежится. Тут некоторые места надо будет добавить, что-то, может быть, подтереть. Вот. Это я когда вот свежим взглядом посмотрю. Но единственное, что я сейчас сделаю, я всё-таки распишусь. Сегодня у нас двадцать восьмое, да. Двадцать восьмое. Девятое. Девятое. Двадцать третий. Чтобы зафиксировать правду жизни. Вот. Это мы вот рисовали тот вид, который я показывал. Мы его сейчас отложим. А сейчас будем рисовать вторую часть этого диптиха. Где деревья будут здесь. А там я буду рисовать вот эту ерунду уже. Современную, с машинками и так далее. Ну ладно. Поехали. Попробую рисовать быстрее. Ха-ха. Быстрее. А что если вот всё-таки попробовать рисовать одним карандашом, да? Да. Вот так вот надо рисовать. А что мне мешает так рисовать? Ручкой. Пером. Ну, у карандаша более разнообразная линия. Всё-таки. Ну и дороги, да. Наши тут машины стоят немереное количество. А там так и едут, и стоят. Просто огромное количество машин. Да, мне вот хочется всё-таки, чтобы карандаша была вот такая вот. Да, вот. Видимо, я вот всё-таки остановлюсь только на этом карандаше. Вот на этом. Может быть сказать, универсальном. Ну, я так и хотел, честно говоря. Я так ведь и хотел именно этим карандашом рисовать. А только мелкие детали делать этим тонким. Может быть, я к концу жизни научусь рисовать? Как меня молодые люди-то спрашивали, да? Он учился ли я где-то рисовать? Ну вот, девушка... Которая со мной разговаривала последняя милая девушка. Выдала про своего брата. Ну, слава богу, там ни фамилии, ничего мы не объясняли. Ну, судя по всему, парень серьёзно этим занимается. Если уже всё-таки ведёт уже сам собственные эти самые кружки. Там или что там, рисовальные, наброски делает и так далее. Всё это здорово. Ну, это безусловно здорово. У меня... Я сам бы с удовольствием походил. Ну... А, да, они же меня приглашали. Совершенно верно. Да, я помню. Они меня приглашали. Я помню, да. Присылали мне приглашение. Но при этом написали, что 400 рублей платить там надо. На что я ответил, что для меня это мало. И я, если и приду, то только за 1000 рублей, которые будут платить мне. За то, что я там буду, в общем-то, наверное, являть собой определённый пример. Ну, я, конечно, съехидничал. Но он меня, молодой человек, он хорошо понял правильно. Молодец. Юмор мой понял, что всё-таки, всё-таки, да, мне уже как-то деньги платить за то, что я где-то хожу и с кем-то что-то рисую. Хотя это понятно. Логика понятна. Они платят модели, они платят за аренду. Всё это нормально. Ну, нормально. Нормально. Но... Может быть, даже я бы походил, честно говоря. Наверное. Я не зарекаюсь. Может быть, я зимой несколько раз схожу. Другое дело, что там... Я буду немножко белой вороной, наверное, может быть. Боюсь. Вот. Вот так вот мне уже больше нравится, да. А то я тот рисунок несколько долго вырисовываю. И тут вот у нас эта самая ерундовина. Папа. Вот так вот. А вот это самое. Вот так вот. Не забыли. А вот так вот. Вот так вот. И сейчас, я посмотрю. О, нет. Ну, а здесь пошла промышленная, грустная, такая примитивная арифметика. Я имею в виду вот такая вот геометрия. И опять здесь я вынужден отказаться от своей каллиграфии и начать опять чертить. Видите, что я сейчас опять делаю? Опять черчу. Опять черчу, да. Да, кстати, здесь я вот обратил внимание, что это называется центр оперативной печати. Ой, как мне не хватает, все-таки я, наверное, полезу опять за этим кардашом. Опять я буду, наверное, ругаться на него. Но очень не хватает мне тонкой линии. Все-таки это такая графика, она, а не сказать, что большая и станковая. Здесь какие-то такие стойки, укосы, упоры, раскосы. Да, так. Ну вот карандаш, я на него поругался. Пообещал его выкинуть. Обратите внимание, он испугался. Не, они живые. Он испугался и начал вроде бы нормально рисовать. А здесь, да. Ну что, будем мы писать? Центр оперативной печати. Ну давайте. Оперативной печати. Надо зайти. Я, да, посмотрю, что там за оперативная печать. А карандаш опять начал. Оперативной. Ну я не буду выписывать как раз, иначе бы. Хотя, в принципе, даже и вошло. Почти. Видите, не глядя и не считая. Мои старые навыки художника-оформителя. Видите, центр оперативной печати я, в общем-то, вписал. Даже без расчета, без пригляда. Без, ну вот то, что называется черчение. Шрифты-то тоже, собственно, не всегда каллиграфически пишутся. Они еще и часто рассчитываются. То есть, сосчитать количество букв там, да. Верстка, она ведь, это же понятие не только... Понятие художественное. Ну и дизайнерское. Да, вот именно дизайн. Дизайн это расчет, просчет. А карандаш, вот, он железкой так и рисует. Железякой. А железяка рисует не мягко. Железяка, которая, вот кончик, да, рисует жестко. Вот. А теперь самое интересное, вот в этой вот ситуации, в которой я сейчас рисую. Ай. Он вообще туда углубился. Нет. Нет. Карандашик этот далеко не лучший. Хоть он расхвален, как особый японский там. Карандаш. Нет. Он очень капризный. Вот эти вот окна, они отражают небо. Где-то они черные, вот здесь внизу. А где-то они опять отражают, как вот здесь. Сергей. А где-то… Продолжение следует... 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 А, у меня же есть, я забыл У меня же с собой есть Эти Стершни Вот эти вот Которые те самые Только я боюсь Сейчас вот его надо разбирать Здесь, что у меня происходит Я пока не знаю Там, по-моему, уже нету, да, Виша? Или есть? Нет, есть, они есть Они там есть Но они там все сломанные и короткие А, вот, поехал Ну, вот эти все короткие Надо вставить Вот в этот Который как бы мне обещал Да, я так и сделаю Коли мне тут обещали Что вот этот будет работать С короткими, естественно Вот эти обломки Вот они, обломки короткие Сейчас сюда я понавставляю Вот он пусть с ними Исправляется По крайней мере, буду остатками рисовать Это вот Этот японский, который должен Мне выдавать Коротенькие Работают О, что-то полезно О Так А в этот мы вставим длинные Ну, нормальные Хотя он будет мне, конечно Их сильно Обрезать В том смысле, что Я уже говорил, что Вот они длинные Видите Сколько тут Пять сантиметров Или семь И по полтора Сантиметра Придется выкидывать Не дорисовывает он Полтора сантиметра А учитывая, что Это стоит Коробочка 350 рублей Ха-ха То получается, что И не напасешься Ну что Начал? О, появился Да Так, вот он обломанный Ну, не полтора Здесь сантиметр Ну, посмотрим Давай Ну, не подводи меня Вот сколько Вот Вылез Все Здесь и здесь Вроде бы я их привел К какой-то более-менее Рабочему виду Посмотрим, будут ли они рисовать Мне эта нервотрепка Замучивая А, ну так вот Я здесь вот Сделал А пробелы А там пошла Какая-то вот такая Ситуация Вот эти вот пустоты Оставлять или не оставлять Вот о чем речь Потом мне их просто заливкой Делать Или Ух И вот стилистика тоже Опять о стилистике Это важно Сохранять вот эту вот Небрежную стилистику Вот Набросочную И Как суметь Не вдаваться Не вдаваться В эту вот самую Детализать Детализать Царскую чертежку Как Как Там, кстати говоря Какая-то ограда Такая вот Сумею я ее показать Вопрос Продолжаю Рассуждать Над вопросом Молодых людей Вполне закономерным Я, наверное, зря Иронично Слишком Ребята, вы меня извините Вот Ну, просто достал, конечно Этот вопрос Меня ведь все спрашивают Учился я или не учился Вот Конечно Есть в этом вопросе Но что-то Я не могу никак объяснить Толково Не могу Объяснить Почему Он меня раздражает Ну, видимо Потому что Ну как Не видно Вот этого Значит Никакого Тут, черт побери Профессионализма Обучения Вот Значит В моем рисунке Не видно Что этот человек Учился Нет Я знаю Почему меня этот вопрос Раздражает Я объясняю Это Падение Так сказать Уровня Профессионализма Особенно в искусстве Да Когда пришли сюда Вот огромное количество Дилетантов И Распространено мнение Что Кто такой художник А это тот Кто просто рисует И важно И важно Что и как Когда художники Стали Самозванцами Вот Когда это произошло Ну, черт его знает Не знаю Но в музыке же нет такого Понимаете Да Да ни в одной профессии Ни в одном деле Дело не в профессии Ни в одном деле Нету вообще Вот этого Этой ситуации Непонятности Профессионализма Ну, в какой профессии Ещё можно спросить А ты где-то учился Или не учился Ну, в музыке Ну, наверное Ну, как Есть же музыканты Вон Выходят на улицу Поют А потом ещё Они Кстати говоря Они же ещё и это Хвастаются Нет Ну, жалко А я ведь хотел Это я про карандаш А я ведь хотел Два выписать Ну, мне так Это понравилось Описание Мне так понравилась Эта идея Карандаша Который экономит Там, да А он экономить Может и экономит Этот стержень Но За счёт нервов Моих Мне такая экономия Не нужна Ну, вот Такой вот Пейзаж получился Кто-то вот считает Вот это грязью А я вот специально И теперь использую Вот это вот Для Создания Тона И то есть я Грязь-то Эту самую Ну, вот Диптих Ну, вот Этот рисунок Я могу посчитать И сегодняшним И если надо Вчерашним Да Иркутск Каждый день Что касается А, да Вот я нарисовал Теперь получился Диптих Видите Это называется Диптих Да Ну, эскиз Пока что Иркутск Город Контраст Меня зовут Беседин Олег Владимирович Сегодня? Да А где вы познакомились? В антикварной лавке Она тут рядом А где тут Антикварная лавка? Зовут его Андрей Томилин Знаю А, ну Это у него Собственная Лавка Знаю Такого Да Андрей Томилин Ну, художник я Ну, ладно Пусть будет художник А вы Олег Беседин Правильно? Точно Легко запомнить Вы так вот Теперь Иркутских художников Будете всех знать Ну Как-то я сейчас Общалась с Ангарскими Ну, теперь с Иркутскими Общалась А я что-то в Ангарске Никого и не знаю А Саша Ремидеев О, ну да Знакомая фамилия А Сергей Атали Тоже в знакомой фамилии Да Ирила Сеговчук Тоже Ну, вот видите Как я А, видите Я так Как-то их не ассоциировал С Ангарском А вот Белов Сергей У вас был Да, да, да А вот с ним Все нормально? А вот это Я не знаю Вот что-то А можно сказать Что с Асей Беловой Это кто? А Асей Беловой Это кто? Они что? Они, по-моему Как-то А они Они как-бы Не родственники Асей Беловой Она висует котов Ну, нет Он больше фотограф Белов-то Сергей Что-то я его просто потерял Из виду Мы с ним раньше Были знакомы Вот он-то в ангарских художниках Не был Конкретно Как всегда Когда нужна визитка А меня так легко запомнить У меня фамилия Легкая А что вы будете делать С моим телефоном Он у меня заблокирован Для неизвестных Подходящих номеров Ну, вот интернет вам А у меня нет бизнеса Поэтому у меня нет контакта Бизнес-контакта Набираете фамилию Кто захочет вас нанять Для иллюстрирования Нанять Для иллюстрирования Вот Иллюстрировать Я согласен А работать В качестве наемного Работника Я не хочу Вот То есть Меня нанимать не надо Другое дело Что Все мои контакты Фамилия Беседин В гугле Да В ютюбе Больше всего А мы же были представители Творческая группа О Я режиссер О Николай Поэт и музыка Поэт и писатель Группа Живая пародия Да Живая пародия Да А Мы это Ну Что же делать Группу такую Объясните Пожалуйста Мне А что Есть Мертвая пародия Есть Когда Ты не работаешь На улице Когда ты не работаешь Смотрите Есть Мертвая Вот например Есть Мертвая пародия Это Эх Дороги Пыль До туман Солода Тревоги До степной Таратан Выстрел Грянет Ворон Пролужит Твой Дружок По пьяни Не живой Лежит А дорога Дальше Мчится Пылится Кубится А кругом Бушует Бламя Да Пишки Вещат Сразу Видно Что это Пародия Мертвая А живая Вот тебе Раз Это Например Сергей Минай Ты мой Креп Молосон Девиз Нашей Творческой Группы Продолжать Делать Сергей Минай Который Сам От пародии Отошел Перешел На авторскую Писну И так далее Новых Пародий Хочется Потому что Живые Пародии Они заряжают Жизнь Они просто Наполняют Подождите Риторик Много риторики Остановитесь Пожалуйста Потому что Я не совсем Понял Почему То что вы Перед этим Пели Это мертвое Хорошо Я понял Вас интересует Более Не поэтический Языч А более Научный Нет Дело Не в этом Именно Поэтический С точки зрения Поэзии То что Вы пропели Это как раз Живая вещь Поскольку Это переделанная Все таки Уже песня Мертвая она была бы Если бы она была Прочитана по нотам И по тексту Вот скорее всего Это можно назвать Если не мертвым То консервами По крайней мере Да Вот есть консервированная музыка А есть живая музыка Живая Нет Есть живая музыка Короче Живая музыка Это когда Вот сейчас Вы пели Вот это живая музыка Все А мертвые Как выполнение Как вокал Да Я согласен Что это живая Но как текст Он не дает жизни Почему 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 А есть тексты Которые Которые Поднимают Песни Какие-то Произведения Вверх Горы Потому что Когда она Пародирует Их Делывает То она Оказывает На их недостатки И делает Что-то Что еще лучше Чем На них То есть Она ведет Вверх Горы Причем не просто Показывает Пальцем Смотри Он остановится Он остановится Он остановится Он меня не слышит Совершенно Вы же меня не слышите Да Знаете У разных людей Одни и те же души У разных людей Одни и те же души Если у нас такой музыкант Борис Храпов, у него та же самая душа, что и у вас. Вы выглядите одинаково. Нет, они вообще одинаково не выглядят. Так, а я считаю, что у наших двух оживая пороги, потому что... Вот Коля написал ему на спектакль, да? Написал сценарий там, написал... То есть всё целиком продумал. И мы этот сценарий с ним попробовали на публике. Сначала на маленькой, потом мы вышли на медтехимик. У нас, говорит, в культуре есть такой. А потом мы вышли на улицу. Вот я считаю, поэтому... А детям нравится, детям, людям нравится. Так, людям, к сожалению, у нас нравится пить водку, и в основном подешевле. Понимаете? Людям нравится, это, увы, не критерий. К сожалению. Вот. Тихо. Ему не нравится. Я прав. Мы пойдём. Всё. Вы всё-таки не открыты для диалога. Нет, подождите. Уважаемый. Да. Вы меня не слушали. Вы пытались помешать мне закончить, а потом, значит... Вы ещё говорите, что меня понесли. Вы не даёте мне спросить и не отвечаете на мой прямой вопрос. Так, в чём вопрос? Нет, ну я готов, я-то открыт, видите, я-то открыт для общения. Вот. А вы не хотите. Для меня слово «мёртвый» — это мёртвый, это то, что не движется. Всё, что вы вот сейчас сказали, это для меня не пример мёртвый, мертвичины. Даже гогочущий школьник, он живой. Но он живой так, как вам не нравится. Его жизнь вам не нравится. Но это не значит, что он мёртвый. Школьник, который погоготал и написал какую-то гадость. Понимаете? Я пытался найти суть... Вот. Есть литература. Если вы говорите о литературном языке, то если есть «живой», то, значит, есть антонимуму «мёртвый». То есть, если есть живая пародия, значит, тут же возникает смысл. А где мёртвая? То есть, значит, вы себя противопоставляете мёртвой. Вы почему-то назвали мне Минаева живым, а школьника, который пишет лихидные пародии, вы назвали мёртвым. Меня это не убедило. А, всё, это не важно. Вы знаете, вы на самом деле право в том, что защищаете школьника, потому что по факту многие, в том числе и я, часто забывают, что человек гармоничный. Ему для жизни нужно и высокое, и низменное. И то, что делает школьник, это низменное, но низменное... Почему вы решили, что он низменный? Почему вы себя возвысили? Себя-то почему? Я не возвышаю себя. Помимаете? Есть общепринятые термины «высокий» и «низменный». Но почему вы считаете, что вы принадлежите к «высокому»? Мне проще просто использовать эти термины. О, это другой рассказ. Но кто не считает? Ладно. Но кто не считает? Зачем мне считать, что я... Ладно, спасибо вам большое за интерес к макам, да. А с этим человеком что? В каком смысле? А вы меня спрашиваете? Я не знаю. Он сначала вот бегал по двору вот этому. Теперь он ходит и... Ну, по двору он бегал, видимо, он приходил в храм с какой-то проблемой, судя по всему. Но вы меня зря спрашиваете, потому что я же его не знаю. Может быть, может быть. Да. Где вас увидеть, где вас найти и услышать ваши живые породи... Сайт ВКонтакте, поиск и поиск сообщества группа Живая Пародия. И там выйдет вот это вот лицо в оранжевой оконтовке. Хорошо. Договорились. До свидания. Счастливо. О, какие у меня интересные разговоры. Ну вот, теперь мы познакомились с группой Живая Пародия. Правда, я так и не понял. Что же это обозначает? И чем живая хуже или лучше мёртвой? Ну да ладно. А с карандашами мне что-то предстоит делать. Ладно, всё. Я по сути нарисовал. Карандаш не этот не рисую. Ха-ха-ха. 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 Да. Ну что. Всё-таки, самые лучшие карандаши, которые деревянные, и надо подстрагивать регулярно. И я уже, видимо, приду к тому, что я буду носить три карандаша. Один очень мягкий, один средний, один твёрдый. И буду ими рисовать. Ну и вот этот ещё. Всё равно этот хороший. Ну что. Не пора ли мне вот здесь закончить? Я, как всегда, рисую долго. Долго-долго-долго-долго. И мучаюсь между угольными карандашами, между пастелью. Следующий рисунок попробую порисовать угольным карандашом. И подозреваю, что мне это понравится больше. Чем интереснее и лучше угольный карандаш? Он, конечно, в какой-то мере пластичнее с точки зрения вот такого растирания. Да? Он не имеет вот этой вот... Сейчас, а что я взялся вот на этом карандаше? Не успею его критиковать. У этого есть свои преимущества. У угольного есть свои преимущества. По дороге бежит собака. Остановилась и мне её надо обязательно сфотографировать. Она бедненькая. Бежит прямо по дороге и... Ну, когда ж не успеешь сфотографировать. Она прямо посреди дороги вот тут вот бежит. Вот тут вот. Ну, что я её буду рисовать? Это же очень не характерно. Собака, бегущая по дороге. Ну, а может быть это и есть смысл. Ладно. На сегодня вот это вот... Нет, не на сегодня, а вот здесь. Для этого места этого хватит. И так перебор произошёл. Я опять понял, что с карандашами у меня дружба потеряна почему-то на сегодня. Я расписывал. Видите? Вот видите, что происходит? Ну, это уже нельзя так работать. Вот опять, видите? Вот этот вот сантиметр здесь больше. Полтора сантиметра выкидывается. Едет следующий. Дорогой стержень, который каждый стоит... Так, едет он. Вот он ещё и... Пойду куплю деревянные карандаши. Всё. А я так уже делал, кстати. Так, беседим. Двадцать восьмое. Девятое. Девятое. Двадцать третий. Вот и собачка тут прибежала. Сзади меня стоит. Собака. 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 Ну, чё ты? Не бойся меня. Чё ты по дороге-то бегаешь? У меня нечем тебя накормить. Хоть у тебя глаза добрые, ты хорошая, я вижу, да. Я всё время хочу что-то собакам носить. Ладно. Ну, вот, сейчас мы сфотографируем. Життих. Он должен быть вот таким вот. Получится, не знаю. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Вы же раньше здесь писали в виртуале за экран. Так, кажется, видео у вас. Ну, может быть, да. Ещё Серёжа Литя вы делали синий. Не знаю. Вот это я не помню. Я так часто и много рисую, что я, честно говоря... Вы же у Ленина же продавали же. Здрасте. Здрасте. У Ленина я не продавал. А, значит перепутал. Но всё равно, удачи и вдохновы Ления побольше. Счастливо. Ну, так у нас. Да, это вот тот самый странный человек, про которого спрашивали. У меня дует живая пародия. Ну, ладно. Перебор. Быстрее, быстрее надо рисовать. И сейчас следующие рисунки буду рисовать этим. Угольным карандашом. Диптик состоялся, нет? Давайте его посмотрим как-нибудь вот так вот. Примерно. Вот. Вот. Примерно так это должно выглядеть. Ну, я бы хотел это нарисовать чуть-чуть получше. Ладно. Доработаем в компьютерной технике. Всё. Пока что ещё позитив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok